Встретить вооруженных людей можно не только в зоне специальной военной операции, но и, как показывают жизни, в концертном зале и на улице Большого Города. Граната! Встречи с ними лучше быть готовыми заранее. Это поможет спасти и вашу жизнь, и жизнь тех, кто по роковому стечению обстоятельств оказался рядом. Поэтому нужно не просто знать, как оказать первую помощь себе и окружающим, но и уметь это делать. В критической ситуации мы не поднимемся до уровня своих ожиданий, а мы упадем до уровня своих навыков. Тактическая медицина сейчас направление востребованное. Изучить ее полезно не только тем, кто отправляется в зону специальной военной операции. ДТП, несчастные случаи происходят везде, а вот современный аналог жгута, турникет, мало у кого есть под рукой. Идея его создания пришла одновременно медикам из разных стран, но российские специалисты турникет успешно доработали. Правой рукой извлекаем турникет. Берем, держим его за площадку. Рогами, вот эти вот части называются рога, вот эта часть называется вороток или брашпиль, или палка ее называют, неважно. Мы турникет берем в сложном состоянии, так, чтобы он располагался рогами наверх. Берем его за площадку и скидываем его. У нас получилась петля. Он сейчас уложен в конфигурацию петля для остановки кровотечения из верхних конечностей. Накладываем его на больную конечность как можно выше. Правила как можно выше, как можно туже на одежде. Мы находимся в поле, нам некогда раздеваться. Хвост турникета нужно поймать, сделать первый тур. Закручиваем. Наматываем хвост на брашпиль и закрепляем. Кровь остановлена. Это первое, чему учат слушатели курсов по тактической медицине. На словах просто, а вот как на деле. На самом деле это непросто, хотя у нас условия вообще не боевые, но вот честно, понятно, что будет монтаж, вы увидите красивый вариант. С третьей попытки, три с половиной, если уж по-честному совсем. Все, наложено корректно. Наложено корректно, но не с первого раза. И что на учениях допустимо, то, например, на передовой может привести к трагедии. Поэтому специалисты не устают напоминать, навыки нужно постоянно отрабатывать до автоматизма. Хорошему два турникета нужно иметь? Конечно. Не всегда есть возможность так сделать, к сожалению. Но если мы предполагаем, что человек готовился к командировке, что журналисту не накануне за два часа сказали, что у тебя через два часа самолет, а у него была неделя, подумать, он заказал на маркетплейсе хороший турникет отечественного производства, поработал с ним дома, посмотрел, как его мотать на руку на ногу, а лучше заказал два. В зоне боевых действий не только военные, медики, священники, журналисты. Они защищены Женевской конвенцией, но на деле бывает по-разному. Надпись пресса на бронежилете представителя СМИ должна быть. Но это не самое главное правило, которое нужно соблюдать. Каждая написана кровью. Очень большая ошибка паразитная, которую делают наши коллеги, средства массовой информации, делали, сейчас уже не делают, раньше делали, они одевались в яркое, будучи прикрепленным к боевому подразделению. То есть они демаскировали себя как мишень, потому что человек в состоянии стресса, противник в состоянии стресса, он будет стрелять в то, что определяется лучше всего. Если я не ошибаюсь, даже ветрозащита на микрофоне сейчас в зоне боевого подразделения. Совершенно верно. Стрелять будут туда, что является, ну, в демаскировку. Поэтому демаска никакого быть не должно. Красная зона, значит, под огнем. Ее нужно как можно быстрее покинуть. Желтая – за укрытием. В любой момент может стать красной. И зеленая там относительно безопасна. Вот только ранения можно получить где угодно. Например, в ССУ не гнушаются использовать противопехотные мины. Те же лепестки. Это вообще, по идее, запрещенная штучка во всем мире. Из-за того, что она очень эффективная, минируются большие площадя, выстрелил, бам, вот это поле засеяно. Такая мина едва ли убьет человека на месте. Скорее всего, наступивший на нее рискует остаться без ступни. В такой ситуации важно максимально быстро остановить кровь. Без турникета снова не обойтись. Давай! Бегом ко мне! Мотай! Мотаю! Алгоритм действий кажется прост. Но оказывается, четко ему следовать. С первого раза. Мало у кого получается. Хотя здесь мелочей нет. Любая ошибка может стоить жизни. И ни одной. Коснись меня, чтобы я понимал. Вот. Тактильный контакт. Очень важно, чтобы человек, который занят боем, он понимал, что происходит. Дальше что я делаю? Я должен тебя смотреть. Слейка и с блокнотом, а то и с пулеметом – это в прошлом. Журналист оружие в руках держать не должен. А вот принцип его работы знать обязан. Для своей же безопасности. Поэтому на учебном полигоне пострелять придется. Если человек знает механику, как работает оружие, и если оружие ему известно, он понимает, в каких случаях оно будет стрелять, в каких случаях оно не будет стрелять. То есть, например, у человека, закончились патроны, ему нужно время на то, чтобы сменить магазин. В этот момент человек уязвим, потому что у него внимание, особенно если это не профессионал, сосредоточен на замене магазина. Он в стрессе находится. И такие знания пригодились мужчине, который в день теракта оказался в Крокус-Сити-Холле. Когда один из террористов перезаряжал автомат, он воспользовался моментом и нанес преступнику удар по голове. Тем самым спас не одну жизнь. Раньше в школах была начальная военная подготовка. И, наверное, это было правильно. Потому что такие занятия, конечно, должны быть системные. Конечно. Сейчас есть много энтузиастов, которые занимаются, например, помимо гуманитарных миссий. Люди занимаются тем, что ездят на фронт, проводят. И вот мы, в частности, занимаемся тем, что ездим на передовую. Проводим занятия по тактической медицине. А с подростками, если учебные заведения изъявляют желание, с подростками, с кадетами, с курсантами, мы проводим занятия по тактической стрельбе. Самый короткий курс по тактической медицине для журналистов – несколько часов. Он будет эффективнее, если курсант на этом не остановится и продолжит отрабатывать навыки вне полигона. Евгения, поздравляю вас с прохождением курса «Курсант на лист», «Военный медик». Себя спасти сможете, товарища спасти сможете. Понимание – это есть, навык есть, желание есть. Будем жить. Специальные курсы или ролики в интернете, возможности овладеть хотя бы первоначальными навыками тактической медицины достаточно. Да и времени это займет немного. Но в любом случае оно того стоит. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».